Дорогие друзья, всех приветствую! Меня зовут Жулия. Сегодня я расскажу вам про чакральное замасливание, что это за техника, как она может повлиять на вашу жизнь, изменить ее и настроить вас на более высокие вибрации, на духовный рост и влиять вообще на ваше энергетическое состояние. Во-первых, как она была создана? Где-то год с лишним назад у меня было ужасное энергетическое состояние, я чувствовала себя прям максимально хреново, ужасное настроение, просто энергетическое какое-то дно. И именно в этот момент я начала изучать методы, которые помогут мне очистить мою энергетику, привести ее в порядок, поставить защиту какую-то и не цеплять со внешнего мира какой-то энергетический мусор, так сказать. Именно в этот момент были созданы ведьмины ванны, то есть я начала изучать, вытаскивать там влияние трав на энергетику. И именно в этот момент как раз-таки я начала пользоваться смолами, потому что изучая египетское жречество, изучая различные там древние древние тексты, древние там рецепты, которые использовали жрецы, я увидела, что очень вообще практически все религии используют смолы. Вообще нет ни одной религии, которая бы не использовала смолы в качестве подношений, потому что везде написано, что смолы они очищают пространство, они привлекательны для богов, то есть они повышают вибрации человека, то есть и постоянно во время любого служения, молитвы всегда жгутся смолы. И тогда я тоже начала жечь смолы, увидела этот клевый эффект реально, который дают окуривание смолами, купила себе лампаду, купила миру, купила ладан и увидела реально крутой эффект, то есть я каждый вечер жгла ладан и видела, что у меня лучше становится мое состояние, лучше становится энергетика и насколько прекрасно с ними медитировать, насколько реально ты становишься более таким чистым, более открытым и энергетика, она становится такой мощный, выносливый и так сказать чистый короче. Вот и как раз тогда я подумала, почему бы не смешать смолу с маслом. У меня получилось супер, я увидела, что ладан передает свои свойства маслу, он там чуть ли не растворяется, он меняет структуру масла, оно становится совершенно другой консистенцией, оно становится более густое, у него древесный такой прекрасный аромат. И потом я подумала, почему бы не нанести это масло на чакры, потому что у меня были проблемы с анахатой, у меня были проблемы со свадхистаной. И когда я каждый день начала делать замасливание чакр по определенной технике, я вам ее расскажу, и я увидела, насколько у меня реально с чакрами становится все лучше, у меня какие-то пробои начинают проходить, у меня начинают какие-то восстанавливаться, также и даже физика, у меня там и как-то и спина перестала болеть, и какая-то тяжесть сердца уходила. И в целом я видела реально благотворное влияние на свою энергетику, то есть когда я там приходила после какого-то тяжелого дня, у меня там был тяжелый период, и принимала душ и делала чакральное замасливание, я все, я оказывалась просто в храме, в каком-то энергетическом храме, то есть когда ты был полностью разбит, унижен там, я не знаю, просто состояние, короче, ужасное, какого-то просто днища, и я приходила домой, я принимала душ, я делала чакральное замасливание, и я просто переносилась в какой-то храм, и состояние, оно мгновенно менялось. Затем я начала делать чакральное замасливание с утра, я увидела, что на меня уже не влияют как-то внешние события, что я становлюсь какой-то, что у меня какая-то энергетическая защита появилась. Потом, уже летом, ближе к осени, я решила, конечно же, перезапустить выпуск масла, прокачать его и сделать его просто невероятно крутым, потому что я знаю, что эта техника максимально рабочая, что она невероятно крутая, и что она реально поможет людям. И как раз тогда я начала, просто погрузилась вся в создание рецепта, у меня есть на этой странице несколько видео о том, как я там создавала это масло, закупала эфирные масла, и вы можете проследить за этой историей, она полностью рассказана, есть папка чакральное масло, вообще все, что там на протяжении полугода, вот этих последних, что я создавала новое обновленное масло, там есть. И сейчас я создала два вида масла, это масло архей и масло вознесения. Эти масла, масла, они настойные на смолах, на смолах миры, капал, домар, алибаниум, бензоя, и также там есть эфирное масло миры, которое все это объединяется в чудесную ароматическую композицию натуральных запахов смолы. Кто хоть раз чувствовал запах миры, запах ладанов, алибаниума, вы понимаете, о чем я говорю, это тонкий, ненавязчивый аромат, который не только будет энергетически воздействовать на чакры, но также и давать аромоэффект. Когда мы наносим масла на проекции чакр, мы обязательно это делаем по часовой стрелке, мы замасливаем чакры ему ладхару, свадхистану, манипуру, анахату обязательно, точку над анахатой, обязательно вишудху ставим точку в аджна чакре, в сахасрара чакре также ставим точку, обязательно делаем замасливание локтей, ладоней, коленей и стоп. То есть это как раз такие центры уязвимые, где у нас энергия, ну энергия протекает, это либо как бы через чакры она вообще выходит из тела, да, как-то взаимодействует с внешним миром, а через, как раз такие, через локти, через колени, это уязвимые места, по течению энергии их тоже обязательно нужно защищать, то же самое про стопы, то же самое про ладони. Когда вы делаете замасливание на чакры, вы тем самым делаете освещение этих чакр, поднимаете вибрации, вы энергетически освещаете вот эти участки своего тела, и у вас энергетическое состояние сразу же моментально меняется. То есть если это масло использовать в медитации, перед медитацией, перед какими-то духовными практиками, перед гипнозами, в различных, если вам нужно идти на какое-то там публичное выступление, вам нужна защита там допустим дополнительная, да, на природе, вы идете на природу, вам нужно какую-то технику провести там, постоять на земле, либо на женский круг идти, да, и это будет просто невероятным дополнительным энергетическим усилителем для вас. И еще хочу, что я пропустила сказать, что когда я не, блин, не инноватор этого рецепта, я когда увидела, изучала египетское жречество, я потом сразу же поняла, что я просто тупо, может быть, откуда-то вспомнила этот рецепт, потому что у меня есть как бы тоже такие эти регрессии египетские, прошлые жизни, проведенные в Египте, так я думаю, наверное, просто вспомнила его, потому что я начала читать затем египетское жречество, я увидела, что этим всем пользовались жрецы Египта, они после омовения, после как раз-таки принятия водных процедур, которые, ну, кто, у меня есть отдельное прямо видео про египетское жречество, кому интересно, посмотрите, они также делали замасливание, они замасливали свои волосы, они замасливали полностью свое тело, и эти рецепты я не придумала, я просто их передаю, как бы они из древности, и они также использовали ладаны, миру и смолы, которые растворяли в этих маслах, и я прям сама, воноте, просто реально от собственного рецепта, сама пользуюсь этим чакральным маслом каждый день, и для меня это уже как такое неотъемлемая часть моей жизни. Делюсь этим с вами, поэтому обязательно переходите в ссылки по описанию, и приобретайте чакральное масло, есть чакральное масло Вознесение, есть чакральное масло Архей, Архей это более мужское чакральное масло, Вознесение, оно, ну, так сказать, универсальное, просто Архей, оно с добавлением пачули. Это чакральное масло сделано на масле виноградной косточки, оно очищено, поэтому думаю, что за качество я попереживала, все эти полгода я очень-очень так хорошенько поработала, для того, чтобы создать этот реально идеальный рецепт для чакрального масла. Запах у чакрального масла тонкий, не навязчивый, для того, чтобы вы могли пользоваться им, ну, хоть не ежедневно, но там раз в три дня, да, там после, может быть, душа, после ванны, там кому как удобно, но этот запах, он не приедается, он прекрасный, и ходить с ним, ощущать его, это одно удовольствие. Такая вот техника, благодарю вас за внимание, также я хочу сказать, что дополнительно в подарок чакральному маслу идет медитация гармонизации чакр, и чтобы ее получить, нужно просто приобрести чакральное масло, и гармонизация чакр придет вам в подарок. Техника по чакральному замасливанию также идет в аннотации к маслу, по ссылке в описании вы можете это масло приобрести, любые вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, либо в любых соцсетях, которые также указаны в описании. Люблю, целую, спасибо за внимание, и я всем желаю реально попробовать этот крутой, нереальный эффект от чакрального. масла, и, конечно же, обалденный запах его понюхать. Люблю, целую, всем пока-пока.